ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День начался, солнечный, очень комфортная температура на улице, так что я думаю, что целый день у нас будет сегодня замечательный, продуктивный. Иншаллах. Как обычно начинается ваш день, ваше утро? Ну, наверное, как у всех завтрака. Почему? Потому что день, когда уже приходишь на работу, приходишь в университет, там расписать его по каким-то минутам, по каким-то невозможно, поэтому завтрак должен быть обильный, хороший, здоровый. Вот. Ну, а там уже на работе как получится. Потому что еще не знаешь, во сколько будет обед. Обеда у нас практически нет, потому что самый большой перерыв 20 минут, это в основном для студентов, а мы в эти 20 минут еще должны успеть решить какие-то производственные вопросы и так далее. Хорошо, если получится выпить чашку кофе. И, как правило, в столовую не пробраться в это время. Нет, 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 у нас пока еще столовая маленькая, и, конечно, там в основном студенты. Засилие студентов там просто, они друг на друге. Вот. Поэтому у нас не получается. Вот я же говорю, если это чашка кофе, то очень хорошо взбодрелись и побежали дальше. Хотелось бы поговорить о работе вашей кафедры и о том, как начался этот учебный год для вас и для вашей кафедры. Расскажите подробнее. Кафедра технологий и дизайна одежды. Есть ли какие-то изменения в учебном процессе в этом году? Ну, могу сказать, что с большим удовлетворением мы этот новый учебный год начали. Потому что в этом году, как никогда, у нас очень хороший был набор, очень хорошая была конкурсная ситуация. Были годы, когда у нас не было конкурса, просто шли, и мы брали всех. С одной стороны, это хорошо, потому что у нас такая, знаете, направленность специальности. К нам не придет юрист, к нам не придет артист, к нам не придет экономист. К нам идут люди, направленные на технологии дизайна одежды. И это наши люди, это наши абитуриенты. А в этом году у нас был конкурс. У нас на первый курс, на бакалавриат подали около 50 человек заявление. Мы набрали всего 25. И, значит, коммерческих есть там 2-3 человека. И сейчас, буквально вчера объявлен дополнительный набор. И я думаю, что еще кто-то будет у нас, ну, на коммерческой основе. То есть, как вы говорите, если, допустим, человек еще не определился в жизни, не определился, чего он хочет, он думает, ну ладно, буду юристом. Или буду программистом, то к вам уже приходят люди, изначально направленные на ведетельность. Да, изначально направленные, и нам это очень хорошо. Почему? Потому что не приходится объяснять, ребята, что вас ожидает и так далее. Они уже приблизительно представляют, что их ожидает. Приблизительно представляют тот объем работы, который нужно делать. Ведь специальность, ну, скажу так, наука емкая. Почему? Потому что мы изучаем... Дело в том, что по окончанию у нас человек получает квалификацию педагог профессионального обучения. У нас так и называется специальность. Профессиональное обучение, направление подготовки. А специализация называется технологией взаинодежды. Поэтому человек у нас, как бы, имеет такую социально защищенную двойную специальность. Если инженер просто идет на предприятие и работает, и педагог идет куда-то там, то наши выпускники имеют возможность работать как на промышленных предприятиях легкой промышленности, так и в учебных заведениях. Это колледжи, ну, школы, естественно, это колледжи, техникумы, институты, университет. Ну, вот, например, моя кафедра полностью набрана из студентов-выпускников нашего университета. Кафедрой 25 лет. Поэтому, как бы, люди изначально пришли учиться, и вот до сих пор находятся в этой профессии. И прогресс этих людей виден налицо, потому что уже 6 человек на кафедре защистили кандидатские диссертации, они доценты, 3 человека работают над докторской. То есть вот этот процесс движения от абитуриента и до высокого профессионала, он явно налицо. Группу заводчиков мы набрали. На заводчиков тоже был очень большой конкурс. При кафедре же уровень бакалавриата существует. Две магистратуры существуют при кафедре. Это одна магистратура по технологии и дизайну легкой промышленности, а вторая магистратура мы впервые набрали на бюджет. Мы ее создали 2 года назад, эту специальность. Называется стратегический менеджмент и инновации в образовании. Это в будущем люди-управленцы в системе образования. Кроме этого, у нас при кафедре еще аспирантура есть. И в аспирантуру мы набрали, у нас конкурс был 2 человека на место. То есть в этом году, как никогда, мы за большим удовольствием начинаем учебный год. А вот вы сказали о том, что в этом году большой конкурс, что были такие времена, когда люди просто приходили и брали их. Как вы считаете, с чем связана актуальность и популярность профессии в нынешнее время? Ну, если говорить о популярности специальности, то да, всегда. Но мы занимаемся одеждой. Я всегда говорю, что во все века, во все времена существуют 3 профессии, которые будут существовать всегда. Человек всегда будет есть, он всегда будет одеваться и всегда будет лечиться. А остальные все профессии как бы нужны для человека, для его жизнедеятельности. Профессия, конечно, очень заманчивая, очень красивая. Она не требует особо каких-то гениальных способностей от человека. Она требует трудолюбия, целеустремленности. Она требует погруженности в эту профессию. И тогда достигаются все те уровни, которые ожидает человек в будущем. И если студенты у нас отдаются этой профессии, то мы, конечно, делаем все для того, чтобы они достигли каких-то своих уровней. Вот одним из таких очень привлекательных элементов обучения на нашей специальности есть наша студенческая лаборатория моды. Это творческая лаборатория, которая вне аудиторных занятий, она вне программы. Это просто внеучебная структура, где каждый студент может выплеснуть свою творческую энергию. Своё свободное время по желанию. Да, по желанию, конечно же. Но не желать там невозможно. Вы знаете, как мы собираем, буквально в понедельник мы объявляем эскизный конкурс среди всех студентов университета. У нас ещё есть колледжи, с которыми мы работаем. Мы их приглашаем на этот конкурс. И эскизный конкурс участвуют абсолютно все. Почему? Ну, представьте себе, подруга ваша участвует, а вы будете только подсматривать, как она рисует, вам тоже захочется. Правда, много вопросов задают, а я вот не умею рисовать там и так далее. Мы не учим художественному рисунку, но техническому рисунку мы всегда учим. У нас практически все студенты умеют рисовать. Мы их научим этому, поэтому всегда говорим, не бойтесь. Родители часто задают вопрос при поступлении. Мой ребёнок не рисует, но очень хочет быть крупным дизайнером. Поэтому всегда говорю, не волнуйтесь, техническому рисунку мы научим. Но, как ни странно, после того, как студент научился техническому рисунку, у него открывается какая-то способность для того, чтобы перейти потихоньку на художественный. Вот хочу показать, буквально вчера вышел последний номер нашего журнала. Вот смотрите, это мы тут как бы ассоциация с дистанционным обучением. Но это вот конкурсная наша зарисовка. Это последняя коллекция нашей одежды. И мы вот как бы показываем, что даже в дистанционном обучении мы занимаемся творчеством. Здорово. Ну и несколько слов, если позволите, скажу про этот вестник. Конечно. Он называется инженер-педагогический вестник «Лёгкая промышленность. Альманах». Это альманах, который издаётся на нашей кафедре, силами нашей кафедры, силами преподавателей и студентов нашей кафедры. Альманах объединяет в себе как образовательные, так и дизайнерские, технологические научные статьи студентов. Студенты пробу пера проводят вот именно в этом журнале. Мы их, ну, вы сами понимаете, что университет – это уровень научной деятельности наравне с обучением. Поэтому мы привлекаем своих студентов всегда к творчеству, к научному творчеству. И вот они у нас тут, видите, у нас, вот видите, даже конструкции разрабатываются, да, художественные. Вот разработка вот этой модели идёт через конструкцию, через выработку материалов, через цветовое решение и так далее. Поэтому вот проба пера у студентов происходит именно вот тут. Вот посмотрите, наша последняя коллекция, какие вышивки мы делаем в национальном стиле. Конечно же, наш интерес весь направлен на нашу национальную одежду. И научное направление нашей вот студенческой лаборатории моды, вообще научное направление деятельности кафедры звучит так – влияние комско-атарского национального костюма на современные модные тенденции. То есть что бы мы ни делали, как бы мы это ни делали, но национальные элементы в нашей одежде всегда прослеживаются, даже вот в этом изделии. Казалось бы, и конструкция, да, и сочетание тканей, тут всё как бы современное. Ну, посмотрите, какие есть элементы вышивки, элементы фалды, которые закладывали женскую одежду в нашей национальной одежде. То есть вот если студент захочет изучить национальную вышивку, он это будет делать в компьютере, уже это только компьютерная разработка. И потом с компьютера передаётся на автоматизированную вышивальную 12-игольную машину, и буквально вышивка выходит из-под полотна. То есть у нас современные технологии обучения. Мы очень этому рады. Наш университет, спасибо руководству. Закупила новейшее оборудование. Такое оборудование даже не на всех предприятиях есть. Есть у нас и старое, конечно. Тех, кто никогда не владел ни иголкой, ни ножницей, мы сажаем за старую машину. А такие тоже приходят? Приходят. Чтобы он там наломал иголок, чтобы там он нарвал ниток, чтобы там он всё попортил. А потом переводим в новую лабораторию. Ну, в основном приходят нам люди направленные, поэтому вот такой, который поломает что-либо, бывает очень редко. Но это научиться делать элементарные вещи достаточно просто. Очень много работ происходит в расчёте с компьютера. Вот это всё компьютерная разработка. То есть мы очень серьёзно обучаем студентов компьютерным разработкам и конструкции одежды, и вышивке, и подбору материала, и силуэтному решению. Хочу сказать, что я, будучи сама по профессии инженером, но занявшись педагогической деятельностью, дойдя вот до доктора педагогических наук, около 50 лет стажу, не остыла до сих пор к своей профессии. Это здорово, это главное. Так же люблю. В жизни заниматься тем делом, которое ты любишь. Я всегда говорю студентам, ребят, если будете заниматься делом, которое вы любите, вы будете счастливым человеком. Поэтому стараюсь влюбить их в эту профессию. Все преподаватели работают над этим. И как бы мы, у нас очень малые потери по ходу. Но молодёжь, они сейчас какие? Не сравните их, конечно, с теми, когда мы учились. Мы как-то были очень такие серьёзные и целенаправленные. Сегодня молодёжь несколько расслабленная. Но при этом амбициозная. Да, да, поэтому амбициозная. Но приходится объяснять, что амбиции могут быть не на пустом месте. Они должны быть на очень хорошей базе. Вот работаем над этим. Здорово. Расскажите, вот лабораторией проводятся какие-нибудь показы, коллекции крымско-татарской одежды? Значит, смотрите, мы вот сейчас эскизный конкурс объявили. Дальше мы начинаем выбираем лучшую коллекцию. Начинаем её изготавливать. И всегда, ежегодно. Лаборатория существует с 1999 года. К 8 марта, как подарок женщинам в нашем университете, в нашем главном актовом зале, мы всегда презентуем эту коллекцию. После этой презентации, это первая коллекция. До этого мы никому никогда её не показываем. Это только для наших преподавателей, только для наших женщин нашего университета. Но у нас есть и мужские коллекции, то есть для всего коллектива университета. Потом мы начинаем участвовать в различных олимпиадах, конкурсах. Если есть возможность выехать, иногда нас поддерживает администрация. Студенты у нас выезжают. В прошлом году студенты выезжали у нас в Чебоксары, где заняли первое, второе, третье место в разных номинациях. До этого мы ездили в Майкоп. Ну, Россия настолько огромная, что, знаете, далеко ехать довольно затратно. Но когда мы находились в Украине, то мы очень много ездили. Мы практически все области Украины объездили. Мы очень в многих конкурсах участвовали. Мы ездили за границу. Мы были в Польше, в Черногории, мы были в Венгрии. То есть опыт есть, желание есть, мечты. Пусть они осуществляются. И подводя итог сегодняшней беседы, все-таки еще раз скажите, почему абитуриентам нужно выбрать именно кафедру технологий и дизайна одежды Кипу? Ну, скажем так, вопрос такой провокационный. Хвалить как бы самим себя нам сложно. Но мы ежегодно проводим опросы студентов, где, ну, скажем так, у нас прибавляется уверенности, что мы одна из лучших кафедр, в плане того, что у нас сильный профессорский преподавательский состав кафедры. У нас сильный он не только по своим профессиональным квалификационным уровням, он сильный у нас морально-нравственными качествами, что очень ценно сегодня. И мы стараемся это привить и нашей молодежи. Спасибо за субтитры Алексею. Субтитры создавал DimaTorzok